Сегодня правительство внесло изменения в правила дорожного движения. Россиянам, лишенным водительского удостоверения по суду, придется снова сдавать экзамен в ГИБДД, прежде чем получить право обратно. Такой маневр, как обгон на зебре, поправками запрещен категорически, даже если поблизости нет людей. Кстати, для самих пешеходов правила тоже изменились. Они касаются безопасности в темное время суток, на дороге придется засветиться. Ян Воскресенский выяснял, сколько у россиян времени на подготовку и к чему, собственно, готовиться. Новые порядки касаются прежде всего пешеходов. Бесколесным решили напомнить правила дорожного движения, это и про них тоже. Береги себя сам. Вот основное правило пешеходов. Теперь они будут обязаны использовать светоотражающие элементы, по крайней мере, за пределами населенных пунктов. И неважно, надет ли элегантный наряд или поношенный ватник, оказался за городом, украсть себя ярким пятном. Раньше это была рекомендация, теперь обязанность. В магазинах светящихся аксессуаров потирают руки, ведь продажи резко возрастут. Правила безопасности, говорят, вовсе не идут в разрез с модой. Есть и детская серия, и патриотическая. В основном это наклейки или крепящиеся элементы, такие вот простые, хлоп-браслеты. То есть просто. Общественники призывают идти еще дальше и надевать отражатели не только на загородных жителей. Светиться должны все. Для городов это тоже актуально, потому что, к сожалению, даже пешеходные переходы не все освещены, не говоря уже о улицах. Вот такие универсальные браслеты, которые можно подвесить на все, от шубки до любого, до рубашки. Вот только автоэксперты переживают, как бы новые правила не обернулись в пользу лихачей. Если на сегодняшний момент пешехода, сбитого на пешеходном переходе, в общем-то, нет никаких сомнений в его невиновности, потому что он шел по пешеходному переходу и полностью соблюдал правила дорожного движения, то после вступления изменений в силу получается очень важный момент. А были на нем светоотражающие приспособления. И грамотный адвокат, он будет в суде уже ставить вопрос о том, что автомобилист обязательно бы заметил этого пешехода, если бы он был в светоотражающих приспособлениях. Впрочем, из водителей за безопасность пешеходов теперь будут спрашивать строже. Опасные маневры запрещаются даже на пустых переходах. Прежние правила позволяли совершать обгон на зебре, если поблизости нет людей. Теперь же, если водитель заметит, впереди притормаживают, ему тоже придется сбросить скорость или остановиться. Это нововведение связано с большим количеством трагедий на переходах, когда правый ряд пропускает пешехода, а из левого его не видно. Шла по переходу на огород. Почти у поребрика была. Летит машина. Так меня сбило, что я более 4 метров летела по воздуху. Дачницу сделали инвалидом. Она может ходить только с палочкой. И пятый год ждет компенсации от лихача, которому удалось избежать сурового наказания. По новым правилам слепая зона – неоправдание. Нарушителям вернуться на дорогу вообще будет куда сложнее. Лишение прав теперь не только карательная мера, но и образовательная. Чтобы снова сесть за руль, придется заново сдавать экзамен. Вполне возникает вопрос, что, может, человек и не знает правила. Поэтому он обязан будет сдать только теорию. Вот этот закон вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Но, к сожалению, прошло уже больше года. И правительство только сейчас выпустило соответствующее постановление. Попытаться сдать экзамен можно будет спустя половину отвезенного срока. Пересдавать разрешат хоть раз в неделю. При том, что услугу эту предлагают сделать дороже – почти в 6 раз. Удостоверение обойдется в 4,5 тысячи рублей. Чтобы готовились лучше, объясняют инициативу ее авторы. Яновск Крестенский, Ирина Корнина, Алексей Зверев, Марина Шарина, Олег Кристоф. Пятый канал.